Привет друзья, сегодня рассмотрим принцип моделирования кельтского узла. Модель можно скачать, ссылки в описании к видео. Приятного просмотра. Создаем новую деталь. Выбираем плоскость и создаем на ней поверхность с габаритами будущего референса. Перетаскиваем на поверхность наш референс и выравниваем его по нужным габаритам. Для этого заходим в дисплей менеджер и выбираем наш референс. Переходим во вкладку преобразования и выбираем стиль преобразования плоское распределение. Переходим во вкладку дополнительной и убираем галочку сфиксированное соотношение сторон. Растягиваем референс по своему усмотрению. Создадим новый эскиз на плоскости. Начертим две прямые и расположим их в углу узора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сплайном соединим верхние точки линии. Линии соединим нижние точки линии. Создадим поверхность. С помощью инструмента круговой массив развернем поверхность на 120 градусов относительно центра. Создадим поверхность. Создадим поверхность. Выберем трехмерный эскиз. Сплайном соединим поверхности по дуге согласно узора. Контрольные точки сплайна ставить в центре переплетения узора как показано. После того как все выровняли надо контрольным точкам установить высоту. Высоту устанавливаем в соответствии с узором, то есть выше или ниже, как показано. Продолжение следует... Выберем трехмерный эскиз. Сплайном создадим формообразующее. Выравниваем по своему усмотрению. С помощью инструмента поверхность границы создадим поверхность по выполненным эскизам. Создадим новый эскиз на плоскости. Дублируем грани. Вытягиваем элемент до поверхности. С помощью инструмента круговой массив копируем тело вокруг центра. Создадим. Создадим символом. Для красоты скруглим грани. Объединим все в единое тело. Точно так же выполним кольцом. 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 При необходимости можно всегда откорректировать элементы. Продолжение следует... Теперь осталось сделать второй треугольник. Копируем первый треугольник, развернув его на 180 градусов относительно центра узора. Масштабируем полученный треугольник по оси Z относительно исходной точки. Для красоты скруглим грани. Объединим все в единое тело. Вот и все, узор готов. Надеюсь видео было полезным, если вам понравилось подписывайтесь на мой канал.